Не мешаю коту спать, но надо отснять очередную распаковку. Здесь у меня уже не компьютерные комплектующие, а фотоаппарат. Один из нескольких фотоаппаратов, который я недавно достал себе в коллекцию в дополнение к фотоаппарату, который у меня был с 96 года. Фотоаппарат отданный мне моим ныне уже покойным двоюродным дедом. Это был FAT-2 и относительно недавно я достал к нему FAT-3, достал фотоаппарат МИР. А это рабочий, будем надеяться, вариант уже лежащего у меня нерабочего зоркого 4, который тот же самый МИР, только с несколькими дополнительными выдержками. По-моему, еще каким-то дополнительным ништяком, который я не могу вспомнить. Упаковка очень даже неплохая. от фотоаппарата характерный запах старого, плохо хранившегося дерьмантина. Цена сорвана. Стоил он дешево рублей 400, по-моему, или что-то около того. Причина простая. Фотоаппарат находится в довольно отвратительном косметическом состоянии. И да, между прочим, вот он тот самый Индустар 50, который так не нравится мне по дизайну. И весь фотоаппарат залит чем-то белым. Здесь должна быть шутка про снимали порнографию, но ее не будет. Стоп. Я ее все-таки произнес. Ну ладно. Не то чтобы мой канал был сколь-нибудь монетизирован. На ютубе я не уверен, что для русских это вообще возможно. жмем паузу и вынимаем эту штуку из гофра уже двумя руками. Итак, вот он зоркий 4. Не уверен, что стоит его так трогать в принципе. С гравировкой сзади. День 50-летия Андрею Андреевичу с отцом служивцев в городе 1971 год. Человеку этому неизвестному мне сейчас уже исполнилось бы 102 года. Просто вдумайтесь. Хотя казалось бы, все это было лично для меня... Ну, нет, естественно, не для меня. Меня не было в живых в 1971. Но все-таки не так давно, как казалось бы. Это все-таки не гражданская война и не время 30-х годов, когда был собран прототип, от которого произошли все вот эти фотоаппараты. Немецкая лейка. Фотоаппарат этот должен быть рабочим. Шторки вроде бы целые. Надо будет еще, естественно, смотреть на просвет. Здесь линия, но довольно типично. Они не в взведенном состоянии и всегда в одном месте заминаются. Выдержки работают. Ну, как минимум, та выдержка, на которой эта штука стоит сейчас. Так что фотоаппарат рабочий только в косметическом состоянии довольно отвратительным. Зачем я его взял? Дело в том, что есть у меня еще один Zorky 4. Только этот, к сожалению, с порванной шторкой. И на данный момент сломанной пружиной взвода и ответственной также за перемотку пленки. Вся эта часть в нем не рабочая. Я покупал этот Zorky на запчасти для фотоаппарата MIR, где была сорвана пружина, ответственная за взвод, и переставил эти части отсюда туда. Поэтому эта камера осталась в разобранном состоянии. Некоторые винты из нее я позаимствовал для восстановления вот этого фотоаппарата, который я брал, по-моему, за 300 рублей в состоянии лом. В нем отсутствовали все винтики. Вот эти четыре. Все винты для крепления верхней крышки. Как видно, винты для крепления фотовспышки. В принципе, держатель для вспышки утерян. Этот винт. Вот этот винт. Вот эта вот ручка перемотки, между прочим, тоже происходит из вот этого Zorky. В фэдах она немножечко отличается по форме. На самом деле фэдовская ранняя, которая была в фэдах 1 и фэдах 2 ранних образцов, она мне нравится больше, чем поздние фэдовские. Есть еще другой вариант фэда 3, который выглядит как фляжка. То есть он весь просто одной вот такой вот формы и равномерной высоты. Он с курком сзади. У него курковый взвод вот так. Он мне по дизайну нравится еще меньше. Это, собственно, первый из фотоаппаратов фэд, которые я считаю уже настолько отошедшими от оригинального дизайна лейки, что мне все равно, в принципе, кто производитель оригинального фотоаппарата, который потом клонировался нашими, я знаю эти фотоаппараты как фэд 1 и фэд 2, которые у меня были. Фэд 1, к сожалению, не сохранился. И, если честно, коллекционерам фэд 1 я не рекомендую. Главная причина это то, что у него, в отличие от этих фотоаппаратов, задняя стенка несъемная. И загрузка пленки у него производится со съемного дна. То есть снимается только вот эта вот металлическая часть. Покупать такие фотоаппараты, особенно в бэушном невосстановленном виде, это даже не покупка кота в мешке, это покупка кота Шрёдингера. Потому что этот фотоаппарат у тебя одновременно и мертвый, сломанный и, возможно, целый. Но, вероятно, 50 на 50. То, что заглянуть ты не можешь и понять, в каком состоянии шторки не можешь. И чтобы узнать, в каком состоянии шторки, тебе придется фотоаппарат разобрать полностью. Только тогда ты сможешь посмотреть, собрать его назад и пользоваться. по-хорошему. И фотоаппараты эти настолько старые, что шторки эти в процессах в 80, скорее всего, уже прорванные. Поэтому коллекционерам рекомендую начать с фэдов 2, у которых боковая крышка снимается. Или с зорких, по-моему, зорки 3. Первый зоркий, у которого также снимается боковая крышка. Зоркие мне чуть меньше нравятся по дизайну, потому что у них началась вот эта вот вещь. Она всё сильнее и сильнее увеличивается. И к зоркому 5, по-моему, тут уже такая огромная надстройка. Тоже равномерная по высоте, делающая эти фотоаппараты похожие на, я не знаю, опять же, на фляжку с объективом. Уже дизайн конкретно 60-х годов, который мне не нравится. Мне нравятся более старые фэды, фэды 2, фэды 3, производившиеся на рубеже 50-х, 60-х, имеют, по сути дела, дизайн 30-х годов. Вернее, даже рубежа 20-х с 30-ми. То есть, если говорить о том, что это немецкий дизайн, то это немецкий дизайн до известного австрийского художника. И слава богу, он здесь совершенно неуместен. А тем не менее, вот такая вот штука. И сейчас я, скорее всего, сниму все вот эти детали и переставлю сюда. Потом уже отдельно вымою объектив. Посмотрю, что же это всё-таки за краска. Будет особенно иронично, если объектив прикрасился и приклеился. Сразу хочу добавить, что я не имею ни малейшего представления о судьбе и личности этого самого Андрея Андреевича, получившего такой подарок много-много лет назад. Покупал я этот фотоаппарат через интернет-аукцион «Мешок» из антикварной лавки, куда его принесли. И по поводу, ну, в ответ на мой вопрос о провинансе, о происхождении, знает ли продавец, кто был этот человек, я получил односложный ответ – нет. Древние египтяне верили, что люди живы, пока их имя помнят и произносят. К сожалению, я сейчас это имя с этого фотоаппарата так или иначе сотру. Но, с другой стороны, иметь в своей коллекции вещь, принадлежавшую какому-то совершенно неизвестному другому человеку, тоже не особенно интересная вещь. Я не говорю уж про фотоаппарат, принадлежавший моему двоюродному деду, это немножечко другая вещь, это все-таки человек родной. Здесь же у меня нет, к сожалению, к этому человеку никакой привязанности, и долгого у меня перед ним тоже уже, конечно, нет. Ну что ж, механизм освобожден от корпуса. Снимать процесс разбора на коленке, в прямом смысле на коленке, я не стал. Но найти такие разборы в интернете не проблема. ZOR-4 это очень-очень-очень широко распространенная камера, фотоаппарат. Поэтому разборов на нее в интернете хватает. Хотя лично я их не смотрел, в принципе, здесь разбор, если не спешить, то, в принципе, здесь все абсолютно логично. Единственное место, где новичок может попасться, винт, которым закреплена ручка взвода, это левый винт, у него резьба в противоположном направлении. В остальном никаких хитростей. И если металлическую часть отмыть, я полагаю, будет не проблема, то вот этот дермантин, я уж не знаю, что это за... По-моему, это просто металл определенной фактуры. Я думаю, это невозможная задача. Собираем. Надо добавить, что по-хорошему стоило бы поменять видоискатель, потому что вот здесь у зеркала, которое отражает свет из дальномерной части в окуляр, зеркало, к сожалению, облезло. Видно, в принципе, вот эта вот, эта отраженная часть отсюда. Но это потребует гораздо больше разборки фотоаппарата, и пока я не собираюсь этим заниматься. Ну, в любом случае, запчасти у меня и лежат, никуда не денутся. Мешаю спать как ту. Ну что ж, пересборка камеры, потому что ремонтом это назвать нельзя. Можно сказать, завершена. И теперь от старого корпуса с гравировкой и всем остальным остался только вот этот номер. Только вот эта вот табличка, на которой есть некоторое количество пятен. Но они уже, в принципе, как я выяснил, стираются довольно легко. Есть предположение, что это не звездка. Немножечко осталось белого вот тут, на головке перемотки. И немного вот здесь, на лимбе с нумерацией выдержек, которые я взял с этого фотоаппарата, потому что тот, который шел с вот этой крышкой, на нем надписи уже практически полностью стерлись. Потому что раньше на старых версиях фотоаппаратов, таких как вот этот мир, выдержки гравировались. Не знаю, опять же, при этом освещении, наверное, видно не будет. А на поздних версиях фотоаппарата, где уже нет, например, ушек для крепления ремня, надписи наносились краской и держались они недолго. Ну что ж, наверное, на этом все. Объектив буду потом аккуратненько отмывать. Тоже, возможно, возьму себе другой объектив, потому что внешний вид, дизайн Индустаров 50, по крайней мере, таких не складных. Складные, конечно, более отстойные считаются, но они выглядят винтажнее и выглядят интереснее. Лично для меня. Этот дизайн восходит, по-моему, к самой оригинальной лейке. Эта штука же выглядит как шайба. Возможно, что я ее заменю на что-то. Даже приехала пленка, но, к сожалению, сегодня я ее, этот фотоаппарат, зарядить не смогу. Причина одна. Простая. Отсутствие приемной катушки. К сожалению, ее не нашлось ни в одном, ни в другом фотоаппарате. Буду думать, где ее искать. К сожалению, в основном продаются катушки от Федов и от ранних зорких. И они на этом фотоаппарате, на вот этой вот втулке, не держатся, сваливаются. Ну, что-нибудь да придумаю. А пока спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok